Парень с удовольствием зашёл в морскую воду, чтобы немного охладиться, но тут же вскрикнул от страха неожиданности, когда что-то странное схватило его за ногу. Хуан всегда любил природу, и в этом году он решил провести свой короткий отпуск в небольшом городке на морском побережье. Рано утром, как только солнце залило своим ослепительным светом окрестности, парень отправился на местный пляж, уверенный, что в это время там практически не будет других туристов. Хуан немного побродил у побережья, а затем с удовольствием зашёл в воду, как только утренняя прохлада начала постепенно сменяться полуденным зноем. Неожиданно парень увидел, как в нескольких метрах от него в воде промелькнула большая чёрная тень. Хуан насторожился, стараясь внимательно рассмотреть, что это было, ведь он нечасто бывал у моря и опасался появления зубастых местных хищников. Поэтому, когда что-то ткнулось парню в ногу, он громко вскрикнул и едва не выпрыгнул из воды от неожиданности. Самые жуткие мысли пронеслись в голове юноши, и в этот момент из воды показалась довольно милая мохнатая мордочка. А Хуан тут же рассмеялся, осознав, что он испугался обыкновенной морской выдры, которых он до этого видел только на картинках в книжках. Зверёк плавал вокруг человека, а Хуан решил, что это приглашение поиграть, и начал весело брызгать в малыша солёной морской водой. Тогда выдра вновь подплыла к юноше и ткнулась в него своим мягким, мокрым носом. А Хуан по поведению животного вскоре догадался, что та чувствует себя не слишком хорошо и будто пытается попросить его о помощи. Парень дождался момента, когда зверёк вновь подплывёт к нему поближе и аккуратно взял его на руки, стараясь не навредить морскому обитателю. Это было не так-то просто, ведь вес выдры достигал нескольких десятков килограммов. Как ни странно, выдра не сопротивлялась, будто стараясь показать что-то человеку. Внимательно осмотрев животное, Хуан заметил, как на её спине что-то блеснуло в свете солнечных лучей. С трудом раздвинув невероятно густой массивный мех выдры, парень увидел, что это был рыболовный крючок, который крепко впился в кожу животного и, похоже, причинял ему довольно болезненные ощущения. Аккуратно, стараясь не навредить выдре, Хуан начал вытаскивать посторонний предмет из тела морского обитателя. Животное тихонько пропищало, но терпело острую боль, будто понимая, что добрый человек пытается ему помочь. Наконец, парню удалось вытащить крючок из тела выдры, а на её теле осталась лишь небольшая рана, которая, к счастью, ещё не начала гноиться, а значит, посторонний предмет, похоже, оказался здесь совсем недавно. Довольный Хуан выпустил выдру из своих рук, которая тут же занырнула на глубину, но вскоре вновь появилась на поверхности воды, обдав человека градом брызг. Это ничуть не смутило юношу, который был очень рад своему решению прийти на побережье в столь раннее время. Парень с удовольствием порезвился в морской воде вместе с выдрой, которая явно чувствовала себя лучше после проведённой спасательной операции. Вдоволь наплескавшись в воде, Хуан не спеша побрёл к берегу, а морской зверёк никак не хотел отставать от своего нового друга и игриво следовал за ним. Парень ещё раз погладил зверька по его густой шёрстке и вышел на побережье, собираясь вскоре вернуться домой. Через несколько минут рядом с берегом появилась голова выдры, которая явно не хотела выходить на сушу, при этом держа что-то в своей пасте. Хуан вернулся к животному, которое сунуло ему в руку небольшую, но очень красивую радужную ракушку в знак признательности за помощь человека. Парень поблагодарил своего нового друга за столь необычный подарок, после чего выдра ударила по воде своим мощным хвостом и скрылась в морских глубинах. А немного уставший, но довольный своим поступком Хуан побрёл домой, с мыслями о том, что сегодня он, возможно, спас жизнь необычному морскому обитателю, которая в наше время находится под угрозой полного исчезновения из-за безрассудных действий людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова